Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Эта известная многим басня о воронье лисице визуализировалась на стене жилого дома. Здесь художник играет не только с образами, но и со словами, и будто дарит зрителю, которым оказывается любой прохожий, загадку. Эта картина родилась благодаря архитектуре самого дома. Израильский художник Игорь Клон увидел ниши, в которых решил изобразить глаза. Известный далеко за пределами Тель-Авива уличный художник воспроизводит в своих работах персонажей, символику и иконографию определенного региона, чтобы соединить в одном рисунке контекст, особенности места и истории тех, кто живет рядом. Ему предлагали участвовать в разных фестивалях по России, но он согласился именно участвовать здесь, потому что ему понравилась концепция, ему понравилась идея, что ты не просто получаешь стену и рисуешь то, что ты захочешь, а идет достаточно плотная работа с жителями, и эта работа обосновывается социально и обосновывается художником уже художественно. И Игорь только что вернулся из Нью-Йорка, где я проводил свою первую сольную выставку, потом приехал в Нижний Новгород и вот сейчас дальше направляется в Германию. То есть мы вырвали его из графика. Гончарова 8, первый каменный дом в Ленинском районе. Построенный уже при советской власти, он предназначался для речников, работавших в Затоне. Все жители звали его просто каменный, и в нем был единственный на округу магазин. Каждый шаг художники делают согласие с жителями, отталкиваются от истории района, самого дома и семейных рассказов. Для них стена дома это не просто холст для росписи, а объект, хранящий в себе память. Тель-Авивская сцена уличных художников немного напоминает нижегородских уличных художников. Там много мест, таких индустриальных районов, домов, которые выглядят достаточно невзрачно. И уличные художники не стараются делать работы на каких-то гладких и отштукатуренных поверхностях. Они ищут интересные места, которые так или иначе отвечают тому, как выглядит этот город с точки зрения жителей, с точки зрения каких-то краеведов и в том числе уличных художников. Я такое видел часто и в Европе, например, и в других странах. Но я думаю, что это неплохо. Это лучше, чем какой-то граффити, непонятные надписи. Все-таки это картина. Игорь Клон – единственный приглашенный зарубежный художник на фестивале «Новый город древний». Всего за лето появится семь домов в самых разных местах города. В этом году все внимание уличных художников на историческую застройку. Вместе с жителями они пытаются размышлять о прошлом города, выявить и показать болезненные места и вместе постараться прийти к светлому будущему.